Владимир Вольфович, я вам хочу сказать, сейчас, конечно, сложно у нас с политическим юмором, потому что у нас все сейчас правильно говорят. Владимир Владимирович правильно говорит по-русски, по-немецки, по-татарски он даже в Казани говорил. Придраться вроде не к чему. Раньше, какое раздолье было? Раньше, включаешь телевизор, Хасбулатов ведет съезд народных депутатов. Хасбулатов, Руслан Абранович ведет съезд народных депутатов. Только записывай, и на сцену, записывай, и на сцену. Я помню, значит, что он ведет съезд народных депутатов, и какой-то депутат в конце зала что-то там орет. Что вы там орете? Я не слышу, ну. Но я не слышу, что он кричит, а? Он что-то орет, я не слышу ничего. Ну, поставьте уже ему микрофон в заднем проходе. А Михаил Сергеевич Горбачев. О, я вам сейчас расскажу историю. Снимается программа «Кто хочет стать миллионером». Ко мне в гости пришел Эдуард Николаевич Успенский, замечательный детский писатель, автор «Чебурашки», «Крокодила Гены», «Шипокляк» и всех остальных. И он с женой Леонора играл в программе «Кто хочет стать миллионером». Они с каким-то вопросом затрудились, решили позвонить другу. А подсказчиком выбрали Михаила Сергеевича Горбачева. Это, конечно, лучший подсказчик, если надо за 30 секунд. Не прогадай. Набираем Михаила Сергеевича Горбачева. Я говорю, здравствуйте, Михаил Сергеевич, это Максим Галкин, игра «Кто хочет стать миллионером». А, ну, здравствуйте, Максим, здравствуйте. Видел вашу программу, видел, какой там народ дурите. Я хотел сказать, у вас научился. Ну, решила. А главный вопрос был такой. Где в Париже находится обелиск, ранее стоявший перед храмом Рамзеса II в Древнем Египте? Как раз для Михаила Сергеевича. Я его решил, ну, так, помочь ему, навести его. Немножко я говорю, Михаил Сергеевич, вы в Париже были? Конечно, я был у Парижа. Мы с Франсуами Тераном, по Елисейским полям, по Марсову полю, значит, это все в целом. Я говорю, понял, понял. Сейчас Михаил Сергеевич вам Элеонора, жена Эдуард Николаевича, будет задавать вопрос. У вас будет 30 секунд. Ну, конечно, Элеонора, 30 секунд, 30 Элеонора, секунд. Жду вопроса. И там у меня счетчик. И вот пошло время. Михаил Сергеевич, здравствуйте, Элеонора. Здравствуй, Элеонора. Ну, я рад, что вы, так сказать, оказались в этой программе. Это интересная программа, познавательная. Подождите, вопрос, вопрос. Где в Париже? Где в Париже? Находится? Находится. Обелиск? Обелиск. Не повторяйте. Не повторяю. Ранее стоявший, ранее стоявший перед храмом Рамзеса II в Древнем Египте. А я не знаю. Подождите, варианты. А зачем мне варианты, если я не знаю? Зачем я буду кривить душой? Я не знаю. Я с открытым завралом говорю, что мне и вариантов не надо, потому что я по этому вопросу абсолютно некомпетитен. И уложился. Поэтому, конечно, сейчас Владимир Вольфович ценен для всех пародистов, но он всегда был, он всегда что-нибудь как скажет Жириновский. Ой. Я помню, он выступал, мне брат рассказывал, в военной академии имени Фрунзе, где брат мой был слушателем. Он выступал еще в начале 90-х с какой-то речью. И они, ну, беседовала, встреча со слушателями. И кто-то у него спрашивает, тогда это был острый вопрос, а что нам делать с Прибалтикой? Зачем нам это, Прибалтика? У него реакция моментальная. Зачем нам это, Прибалтика? Вырым ров на границе, заполним радиоактивными отходами, поставим мощный вентилятор и будем тут. Что надо придумать было такое? А тут мне Винокур рассказал, прошлым летом он с Владимиром Вольфовичем вместе летел в самолете в Лондон. Ну, зачем Винокур летел в Лондон, я знаю, у него дочка в балете танцует, и он на премьеру летел. Зачем Жириновский летел, непонятно. Ну, видно, королеву послать куда пытается. А что, про него была такая байка. Жириновский приходит в Государственную Думу в каких-то рванных грязных ритузах, засаленной майки такой, нижней, и ходит так по Государственной Думе. Ему кто-то говорит, Владимир Вольфович, вы же же же... Отстань, начинка. Вы в каком виде... Тут кто-то наконец успел задать вопрос. Владимир Вольфович, как вы в таком виде пришли в Государственную Думу, вы же вице-спикер. Отстаньте, мне английская королева разрешила. Что вы не шуете, какая королева? Я позавчера был с делегацией в Букингемском дворце, в этих ритузах. Она мне сказала, у себя в Думе так, Жириновский, ходите. Отходите. И вот они летят в самолете в Лондон. Как говорит Винокур, ничто не предвещало беды. Спокойно сидели. И уже они сели в Лондоне, в аэропорту Хитру. Жириновский стоит со своим местом, идет по проходу, а за ним идет жена нашего какого-то олигарха. Ну, такого, олигарха Лайт. Меньшины. Слим. С сыном своим, шести лет. Этот маленький мальчик, русский, шести лет, умудрился за спиной Владимира Вольфовича на выходе в Лондоне заорать. Ура, мама, домой прилетели! Жириновский не поленился. Он обернулся. И хотел сначала спокойно мальчику объяснить про патриотизм и где его родина. Но в результате в конце он уже брызжал слюной на мальчика и орал. Твой дом, мальчик, там, под сургутом, вечный мир злодея, где твой папа всю нефть выкачал и маму в берлоге своей нашел. Понял? Бедный ребенок ревет, Жириновский орет. В общем, получилось точно, как в том анекдоте. Владимир Вольфович выступал с докладом в детском саду. На следующий день на допросе в прокуратуре утверждал, что дети первыми начали подумать. Спасибо огромное!